Уже с первых минут представления артисты шоу Джамбо погружают зрителя в мир зимней новогодней сказки. Гостей приветствуют Дед Мороз и Снегурочка. Вообще слово Джамбо, которое пришло с африканского континента, означает салют. Шоу Джамбо – это настоящий фейерверк из номеров разных жанров. В Сочи мы не первый раз, но мы каждый раз, когда приезжаем, что-то новое добавляем. Программа длится 2 часа 45 минут. Это с антракта. Очень много номеров. Просто мы решили, чтобы очень сильно и очень красиво, чтобы преподнести это все сочинскому зрителю. Воздушные гимнасты поражают воображение трюками под самым куполом цирка, работая безо всякой страховки. Акробаты удивляют четкостью линий, эквилибристы безупречным умением сохранять равновесие на высокой и с виду очень неустойчивой пирамиде из стульев. Американское колесо, или, как его еще называют, колесо смелости, а некоторые и колесо смерти – этот номер держит зрителя в напряжении с первых минут. Артист, опровергая законы физики, с легкостью удерживается на вращающейся железной конструкции, даже вслепую. В шоу-джамбо можно увидеть собак, носух, шимпанзе, дикобразов, пони, ламу и верблюдов, а еще огромных питонов и крокодилов. Массу эмоций у зрителя вызывает и появление бегемота по кличке Муха. Таким гигантом может похвастаться далеко не каждый цирк. Животные, собаки бесподобные, крокодилы, змеи. Нам понравилось все. Все было очень прекрасно, все номеры очень прекрасные, особенно акробаты. Вот ребенку очень понравилось. Я помню последние свои впечатления в детстве, да, и вот сравниваю, действительно, уровень подрос. Акробаты впечатляют, впечатляют. Да, все нравится, да, Ева? Самый главный сюрприз ждал зрителей в финале представления. На сцене появилась огромная елка. Шоу-джамбо в сочинском цирке можно будет посмотреть до 11 января. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.